Урбилотерию и теорию эволюции. За это нас точно не забанят, я чувствую. Прекрасно помнят серию роликов о жизни до Кембрийского взрыва и, конечно же, об урбилотерии. На российском ютубе я, походу, один про неё вообще вспомнить решил, ну, из более-менее крупных блогеров, я имею в виду, так что... Олег, что не скидывается? Олег, что не скидывается, поясни ещё раз. Ты хочешь заказать видос? А, с твичом, ну, давайте тогда перейдём только на контакт и гудгейм после стрима. Чибисова пока нет. Мы смотрим видосы, получается. Ну, уже полчаса его нет, как бы. Вряд ли бы он мне написал в контакте. Мне какой-то Алексей Фомин написывает. Не знаю, что Алексею от меня нужно, но пока что Алексею отдыхаем. Ну, Василий пусть тогда спит. Мы не очень сильно пока расстроились, но мы его ещё попробуем пригласить. Что не критикуете опрометчивость заявлений. Правда, просто возьмите, загуглите это слово. Загуглите, в смысле, загуглите в поиске Ютуба. Удивитесь. Что ж, сегодня в этом коротком ролике совместим приятное с полезным. Ведь урбилот... ...ужина. Вот такие пироги. Причём, само обнаружение... Круто. Вася потерялся в океанах бессознательного. Василий Чибисов, плюс семь, девять, девятнадцать, четыреста восемьдесят три, четыре, девять... О, телефон! Олег Августский скинул его телефон, друзья. Кто из Москвы, позвоните, пожалуйста, ему. Разбудите его, может быть. Этого животного, ну, согласитесь, не самое интересное в создавшейся ситуации. Почему не самое, спросит меня неподготовленный зритель. Да просто потому, что обнаружение именно урбилотерии показывает, как работает наука и как работает теория эволюции. Точнее, это событие в очередной раз доказывает, что наши представления об эволюции жизни на этой планете в целом верны. И вот почему это именно так. Как вы прекрасно должны понимать, научное знание работает немного не так, как работает обывательская логика в реальной жизни. Лол. Ну да. То есть прямые аналогии и стереотипное мышление, которое... Практикуются человеком при выборе между двумя... Ну вот, видите, ученый, в первом случае он кого выбирает, чтобы его погнобить? Обывателя. А второй претендент это какой-нибудь религиозный деятель. Потому что если вот этот чувак нарвется на философов, ну, он, в общем-то, получит лещей философских, интеллектуальных, аргументированных лещей. ...думя йогуртами или при описании того, как инопланетяне строили пирамиды... Очень просто легко создавать, знаете, противоречия. Вот смотрите. Вот у нас есть наука, а есть какие-то тупые чмошники, такие вот безумные дурачки, которые ничего не понимают и не умеют. Вот наука, вот ее метод, а есть чмошники. Фу, 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 пошли вон. Олег, я слежу за ВКонтактом. Ну, следил. ...неют ничего общего ни с познанием мира как такового, ни даже с банальной логикой. И... Он три часа назад был онлайн. И, кстати, зачастую именно с логическими... Логика, не знаю, это система, придуманная Аристотелем, потом в итоге развиваемая, она работает чисто с высказываниями. Все остальное фантастика. Проблемами сталкиваются... Ну, то есть, может быть, это и не так, но докажите обратное, пожалуйста. ...люди, которые по... Докажите, что логика безоговорочно везде, во всех случаях работает. И что это не просто наша словесная игра. ...каким-либо причинам, например, из-за ограниченных знаний в смежных науках, не верят в теорию эволюции. А вот тут стоп. Как вообще можно верить в теорию... Да, это тот самый, которого посоветовал Донатин. ...теорию эволюции. Или не верить. То есть, вообще... Легко. Как бы легко. Ни один ученый не обладает всеми знаниями всех наук, которые так или иначе приводят нас к теории эволюции. Следовательно, он верит в данные всех тех наук, о которых он ничего не знает. Ну, или ничего не знает, а знает поверхностно. Он читает об этих данных, данных этих наук в книгах. Он, не разбираясь в опытах, которые там проводятся, соответственно, он верит этим книгам. Соответственно, он верит и теории эволюции. Все. Вообще, как верить в это? Это же не Библия, это не боги с Олимпа. Вера это наличие абсолютно любых убеждений. На самом деле для множества людей, которые вас съезжают, эволюция настолько же равнозначна и равновероятна существованию Зевса, как само собой разумеющимся является поход на шашлыки в разгар эпидемии. Люди идиоты и... Нет, вот ты как раз сейчас идиот, потому что сравниваешь просто, ну, крайности, всё. И не хотят учиться. Это, кстати, одна из особенностей моего канала. Ну, просто, ребят, смотрите. Есть умственно отсталый, там, не знаю, Вася, а у меня IQ, например, там, 90-й. По сравнению с умственно отсталым Вася, я типа гений, допустим. Всё. Но ухо победило. Вот как бы так это работает. Ну, круто, берём самую крайность и опускаем её. Замечательно. Супер. Я ведь никого не собираюсь заставлять и наставлять на путь истины, если ты не понимаешь эволюцию. А точнее, не собираешься. Ну, а ты, конечно, понимаешь. Ты наблюдал развитие эволюции на протяжении миллиардов лет. Понимаете её из-за ограниченности своего маня-мирка, то таким людям я разрешаю бежать, поджав хвост с канала. Ну, можно ещё перед этим поныть в комментах о том, что я не прав, вы у меня не... Тупо риторика пока. Нет пруфов. Пруфы есть, но плевать, как бы. У религиозных людей тоже есть пруфы, как бы, друзья, но тоже. Сумеется, я не в одном своём... Просто разные системы доказательств. А ты у Юма философию воображения читал, ссылался на неё в диссертации. Сейчас, кстати, вряд ли её очень подробно перескажу. Но он указывал, по крайней мере, на то, что воображение занимает важное место вообще в общей структуре человеческих способностей. Один из первых поставил такой вопрос Юм. Почему санитисты настолько наглые, самовлюблённые и уверенные в истинности мнимого учёного? Ну, потому что они верят в это. Всё. Ну, то есть, а что вам ещё надо? Люди верят в то, что они обладают знанием, остальные верят. У них такое интересное разделение. То есть, он мог бы действительно очень спокойно работать. В моём видео не переубеждал людей с альтернативными взглядами. Заметьте, это так. Религиозными, конспирологическими, неважно. Я всегда просто над ними издевался. Друзья, напишите, пожалуйста, в телегу тогда Чибисову, будет он или не будет. Я не могу тоже написать в моём телефон. Потому что большего такие люди недостойны. И я не имею в виду тех, кто имеет шансы исправиться, начав банально читать профильную литературу. О, да. Ну, можно тоже начать читать профильную литературу по христианству и стать христианином. С тем же успехом, друзья. Поздравляю. То есть, смотрите, аргумент от сектанта. Ты почитай нашу литературу. Литературу почитай. Ты не понимаешь ничего. Ты ничего не читал. Понимаешь, ты ничего не читал, поэтому ты ничего не понимаешь. А когда почитаешь, тогда всё поймёшь и всё будет хорошо. Мы таких называем сомневающимися. Нет, мы... Ну, кстати, якутза, понимаете, в чём дело? Ну, у учёных и, соответственно, сайентистов получается такое особое положение в обществе. Они как бы веруют в истинное что-то. И вбросы направлены на априори неисправимых. Ну, то есть, да, до этого были просто плохие видео. Ну, ладно, первое видео про ДНК было интересным. Про гены очень хорошее, интересное, познавательное видео. О том, как это видят учёные. Там без каких-либо наизов. Предыдущее видео было, ну, намного ниже уровнем, потому что он разбирал вообще какую-то чушь. То есть, самые слабые аргументы креационистов. Спасибо. Супер. Давайте самый слабый аргумент эволюционистов там разберём. Эээ, зародыш проходит через все этапы эволюции. Это ж такой факт. Да, это говорит нам об эволюции. Ну, вот всё. Я типа это разнёс вот только что. Ну, это не очень как бы, да, убедительно. Вот этот аргумент звучит не очень убедительно. Его можно, ну, просто разжёвывать тысячи раз и вот просто выплёвывать его в лицо всем эволюционистам и в дискуссиях вот такой риторикой пытаться это побеждать. Можно. Можно, без проблем. Ну, просто всем знающим людям будет понятно, что это как бы риторика. За сколько посмотришь фильм Догма на Гуд Гейм? Ну, это будет уже не сегодня, как минимум. Ну, завтра, например, сколько он, два часа идёт? Ну, не знаю. Да можно хоть тысячу, можно две. Сколько и дежалк, столько и Гуд Гейм будет. Там же, в принципе, комментировать не надо, правильно, как я понял, особо много. Чибисова пока нет. Он, видимо, спит. Говорят, он наелся и спит. Я пытаюсь его палить, но... Ну, Чибисов не приходит к нам. Чибисов не добавил мою сходящую заявку в дружбу ему на Дискорде. Поэтому, к примеру, довольно странно выглядят комментарии, где рандомный человек жалуется, что он ничего не понял, но виноват почему-то я. Познание же на самом деле... Да, ведь он должен понимать, в смысле, наоборот, он, 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 да, да, он, типа, должен понимать, наверное, что-то. Вот у чуваков своя теория, и почему-то все эту теорию должны понимать. Они не должны объяснять, они должны говорить, ты читай в книжечках, как бы, книжечках читай. Собираю деньги пока что на выдачу кредита. А там уже посмотрим. Цунадо, не обижайте Чибисова. Я очень сам хотел с ним поговорить, но, видимо, он, ну, действительно проспал. Там какая-то уважительная причина есть. Я полагаю, ну, это нормально. Я думаю, он даже извинится после того, как придет в себя. Да, почитай наши религиозные тексты, почитай комментарии святых отцов, почитай комментарии к этим комментариям, и так до тех пор, пока ты, в общем-то, не станешь придерживаться нашей позиции. Потрясающе. Ну, овервей, это даже было по заниженным критериям. Ну, по заниженной цене. Так, у кого, где девушки, какие? Если бы в школе такие уважительные причины работали. Чибисов очень токсичный, я сидел в чате храбровый, он постоянно толксил на меня в конфиг ЭППР. Бедная Цунадо. Там и все будет круто. И ты поймешь и узнаешь. Много нового, возможно, и меня чему-то новому научишь, написав умные. Ну, то есть, если все это была наука, то наука, получается, это тупо риторика, где один чувак говорит остальным, что они лохи и не читали его замечательные книжки. Клево. Я всегда так и представлял себе науку, да, действительно. Обстоятельный комментарий. И дальнейшие ролики по этой тематике не вызовут у тебя проблем. На других каналах тоже, между прочим, так работает. Но это все, как видите, познание на уровне одного человека. Так сказать, что-то типа самообразования. Ведь меня смотрят программисты, инженеры, врачи, воспитатели детских садов, учителя из школ, преподаватели вузов, кандидаты экономических наук. И для них палеонтология – это просто способ получше понять мир вокруг себя. Это не их профиль. Люди просто расширяют кругозор. Нет, для них это просто мифология, в которой они ничего не понимают. Они читают книги и смотрят видосики. Не ставят никаких опытов. Для них это просто миф. Просто вот неважно, было это или нет, но для них это миф. Олег собирает компромат. А можно автор канала сам что-нибудь скажет? А он не может, это наука. Наука всегда с ссылками работает, уважаемые, понимаете? Тут как бы это нормально. Наука работает с помощью ссылок. Один ученый ссылается на другого ученого и так далее, и так далее, и так далее. В этом, кстати, таким способом и добивается такая вот уверенность научного знания, более-менее прочность. Ненавижу. Целый день ждала битва осьминога и шиза психиатра, но в итоге получила юх на воротничок. Философия уместна на переднем крае науки. Столкнувшись с неизведанным, ученый невольно превращается в философ. Однако следует внимательно приглядеть за засекшими в научном тылу, чтобы они там не подлагали. Это ожидаемый гость говорит такое? За счет моих видосиков. И если с научпоп-жвачкой на ютубе все понятно, то назревает вопрос несколько более высокого уровня. А как в таком случае работает научное опознание? Что должен сделать биолог или палеонтолог или врач, чтобы сформировать теорию? Проблема заключается в том, что все общие положения... А Василий не пришел. Джек Дэниел. Василий, к сожалению, пока не пришел. Мы его ждем. Мы ему написали на почту, как минимум. Ждем его ВКонтакте, простите-ка. Но Василия пока что нет. Я очень, не то чтобы сильно обеспокоен, у меня есть чем заняться, но как бы да. Я бы хотел с ним побеседовать очень сильно. А мне в принципе его персона была интересна. И при этом иметь право называть результат своего исследования теорией. Давайте упро... Так, сейчас, давайте еще раз с наукой. Тут у всех 20 человек заболело философское сердечко. Так вот, проблема заключается в том, что из философских предпосылок, а философские предпосылки, это в том числе и методологические предпосылки науки, следует все остальное фактическое дерьмо, которое и появится в науке, в том числе. Метод задает вариативность тех выводов, которые могут быть в науке произведены. А вариативность эту задает философия непосредственно. Ввиду этого, с неправильным методом, познание будет сужено и будет давать некоторые ложные результаты. Вполне так себе возможно. Более того, ученый изначально исходит из тех философских предпосылок, которые не дают ему предположить ряд сущностей, ну, например, сверхъестественных каких-то. Что тоже может оказаться неправдой. Прощенно рассмотрим эти... Друзья, если что, да, донатьте на фильмы, догмы. Кстати, может быть, после убермаргинала я начну, наконец-то, проводить аукционы. Пока я не уверен, что кто-то будет мне донатить на аукционы, но после маргинала, надеюсь. Уровни. И нет конспирологов разбирать не будем, потому что, как таковых теорий, они не выдвигают. И вы поймете... Давай фейрабенда лучше разбери, ну, просто, ну, чувак, ну, как бы берешь фейрабенда и разбираешь, что тебе там не нравится, почему ты дебил? Смотрите в конце, почему это так. А еще разберемся по сути, чем отличаются друг от друга банальные предположения, гипотеза и, собственно, теория. Но помните, что это довольно... Давайте на такие школьные материалы, которые можно добыть в Википедии, разбирать вместе. Упрощенная схема. Максимально упрощенная. Так сказать, для сведения. В общем, представим, что вы ученый, и вам посчастливилось попасть в мейнстримную науку. Это, если что, не наука какая-то отдельная, а сфера в любой из наук, которая в данный момент круто развивается, хайпует и прям вот навеселе. К примеру, в палеонтологии сейчас яростно наяривают на всякие эндокасты мозгов, расположение черепных нервов, систему охлаждения головного мозга динозавров и всякое такое. Мейнстрим не только в этой сфере, конечно, идет, но это одна из бурно развивающихся веток. К примеру, такими же конскими темпами растет молекулярная палеонтология. Как бы страшно и глупо, на первый взгляд, не звучала комбинация из этих двух слов. Но ладно, вы, молодой спец, и попали в тот самый мейнстрим, где сейчас бурлят. Да, друзья, не забывайте донатить, пока нет ауков. Вообще не забывайте донатить, потому что, ну, это хорошо, это приятно, это продлевает жизнь канала, это продлевает жизнь Александра Шатова непосредственно. Да, и какой-то тупой студентик начинает разбираться. Супер, отлично. Никто не описывал. Если бы вы были конспиранутым, то побежали бы кукарекать в ЖЖ и на Фейсбуке о том, что в музейных запасниках лежат, мол, кости, и в них скрыта тайна эволюции животного Икс, и эта тайна изменит все. Плюсуем туда еще то, что эти кости никто, в общем-то, не осматривал особо, и значит, официальная наука скрывает. Хотя, что такое это мифическая официальная наука, непонятно. Мне непонятно. Но при этом, кроме кри... Это усредненное мнение научного сообщества по тем или иным вопросам. ...в ЖЖ и неодобрительных рафляночек от коллег, вы, конечно же, ничего не получите. То есть у научного сообщества в целом, в среднем, есть те позиции, которые оно чаще всего ретранслирует. Это и есть официальная наука. Ну, разве что в каком-нибудь дискорд-сервере полев риков вас зауважают и дадут роль главного турбопетуха. Успех, да, разбил официальную науку. На самом деле нет, дела делаются иначе. Вы, будучи петливым ученым, начинаете собирать статистические данные по этим косточкам и описывать обнаруженные вами сходства, до которых до вас... Ну, статистика иллюзия. Никому не было дела. Я не знаю, что за игра динозаврами выглядит прикольно. Как вы собираете статистические данные и обкладываетесь графиками, кофейком, винищем, вискарем, не знаю, кокаином, неважно. Вы вычленяете из полученных цифр самое важное на данный момент слово. Закономерность. И уже из заявленной вами закономерности вы... А где существуют закономерности? Можно, пожалуйста, пальчиком мне показать, а то я не понимаю, я не очень умный. Я просто хочу увидеть, где существуют закономерности, в какой вселенной, где они там, где они реально наблюдаются, чем они наблюдаются, какими способами математическими. А математика существует, это не воображение у нас выдумано, это так? Где существует математика? Как она существует? Зачем она существует? Ну, то есть, ребят, да, давайте по-философски подойдем к проблеме. Вы выдвигаете... Погодите, а в чем вопрос? Научная теория это гибротеза, пережившая кучу экспериментов на опровержение, правильно? Типа смысл видоса объяснить этого? Или в чем-то другом? Только пришел, не понимаю нифига. Ну, кажется, чувак хочет сказать, что теория это почти что истина, тем более теория эволюции. Теория эволюции это прям уже факт. Просто теория это, да, очень такое достоверное предположение, которое проверилось множеством опровержений. Ну, действительно, да. А чувак просто хвалит науку, говорит, что она клевая и какие все дебилы, которые ее не понимают. Предположение о том, что, возможно, все эти признаки на костях разных животных, скорее всего, связывают этих животных в одну группу, при этом не обязательно родственную, ну, например, экологически близкую по образу жизни, который и отложил на их строении такие вот похожие особенности. Все, теперь у вас есть первичные данные по материалам, собранные в строгую последовательность. А, клево, ну, то есть вообще все придумали, да? Прикольно. Круто. Придумали различные функции, придумали различные вещи, в общем-то. Придумали, что эти кости как-то соотносятся. Придумали, какую-то статистику себе сделали, нарисовали. Замечательно. Не, я не очень хочу стримить с палеонтологами. И у вас есть предположение, что что-то тут, мать вашу, за кнемиальный гребень не так. Ну, если меня палеонтолог пригласит, я не откажусь. Как говорится, я не откажусь, но сам стримить, упрашивать кого-то я не буду. Только избранных, вроде убермаргинала. Ну, была не была, мозг то есть живых животинок с такими особенностями на костях есть. И подключайте сравнительную анатомию. Ой, да. И, конечно же, подключаем сравнительную анатомию. А те живые скотинки, которые сейчас существуют, у них есть такие особенности. Они, конечно же, ну, как-то вот определенно, ну, 100% вот вообще поспорить нельзя с тем, что они соразмерны тем животинкам, которые существовали раньше, да? Ну, вообще никаких сомнений. Вообще ни одного. Анатомию. Находите бедное животное, рентгените его со всех сторон, пока излучение Вавилова-Черенкова не станет вас слепить и начинает... Якузо хороший комментарий. ...сравнивать результаты того, что наснимали, с результатами того, что накопали. И если вы, к примеру, везунчик, и данные совпадают, то вам остается посмотреть, а как особенность строения, которую вы обнаружили на древних костях, влияет на современных животных, которые получили эту способность, очевидно, конвергентно. Ну, знаете, конечно, глаза... Ну, это, в общем-то, как исследуют древних людей, знаете, жизнь древних людей по жизни современных племен. Очень достоверно, как бы, ууу, очень достоверно, невероятно достоверно. Прям вообще никаких сомнений. Руки на месте, так что нечего ныть, вперед, линейка, исследуйте. А теперь уже на основе полученных вами статистических данных из музейных костей, из данных по рентгенографии современного животного с аналогичным строением, а также исходя из вашего предположения, что сходство тут не просто так, делайте важную штуку, гипотезу. Теперь вы гипотетически заявляете, что данный признак, который вы нашли на современном животном, имел точно такое же экологическое проявление и на животных вымерших. Вот так теперь у вас есть гипотеза и куча данных по костям различных животинок, которых вы изучали. Данцу надо только для вас. Видите, вы нигде за все это время не кукарекали о срыве покровов с официальной науки, вы занимались делом. Странно, не правда ли, как это скучно? Что ж, пора публиковаться или получать грант? На самом деле нет, хотя... Ну, если мы сравниваем с религиозными философами, то они всю жизнь занимались доказательством своих положений. Апелляцией, апологетикой и спорами. Ну, просто, друзья. Мы, когда говорим слово «верим», понимаете, это не значит, что мы тупо «поу, единороги там, не знаю, макаронный монстр, ух, мы во все верим, там Рассел Чайника» и так далее, так далее, так далее. Это не значит, что в это тупо верят. Под этим чаще всего имеется колоссальный культурный пласт всевозможных оправданий всего этого. То же самое и в науке. Просто пласт этих оправданий стал значительно больший, ввиду того, что научных кадров невероятно много. Их просто колоссальное количество. Если бы каких-нибудь, не знаю, епископов было бы в количестве, там, не епископов, допустим, не знаю, богословов, можно было бы набрать несколько миллионов. Представьте себе, несколько миллионов богословов просто. И они бы работали и пытались доказать существование Бога. Представьте, сколько книжек и сколько различных статистик и методов они бы разработали для этого. Миллионы людей, миллионы, миллионы во всем мире работают над одними и тем же вопросом, например. Ну или над разными вопросами доказательства бытия Бога. Представьте, сколько всего бы они натворили, друзья. Над грантом можно подумать, но публиковаться еще рано. Видите ли, в чем дело, в науке мало найти какую-либо корреляцию и заявить о том, что она, мол, априори верна. Это как тот древний рофл про глобальное потепление и количество пиратов. От ложных корреляций ведь никто не застрахован, а значит нужно что-то делать, чтобы банально перестраховаться от ошибок. Что ж, на помощь придет моделирование, математика, сопромат и, конечно же, старая добрая подруга сравнительная анатомия. То есть вы начинаете строить математическую модель того, как этот волшебный признак использовался вымершими животными. О, да, математика прямо очень сильно помогает в понимании того, как что-то используется где-то. Никаких сомнений, что она поможет тоже. И мог ли использоваться вообще так, как используются современными. Сидите за компьютером, обращайтесь за помощью к физикам, программистам, биологам, коллегам. Постепенно выстраивайте динамические реконструкции изучаемых вами вымерших существ. И проводите динамические тесты внутри программы. Но где взять... А, вот программа, наверное. ...исходные данные. Ну так у нас есть живой... Вот оно доказательство эволюции, друзья, видимо оно и есть. Кстати, Александр, уже считайте, что 8 вечера. Смените название Чибисов, видимо отдыхает. Давайте это останется на его совести, его отсутствием. Он был с нами, друзья. Чибисов с нами был в виде вот таком вот. Этого уже на сегодня было достаточно. Давайте тогда досматривать видео. И думать дальше. И расходиться. Пора беднягу еще раз дополнительно измерить и посмотреть, как он использует этот самый волшебный признак. То есть наступает время очень важного момента и зовется этот момент экспериментом. Причем эксперимент в нашем случае еще и двухэтапный. Сначала на живом животном, потом на виртуальных вымерших с учетом физики реального мира. Предполог... Очень достоверно. Прям вообще никаких сомнений в том, что все так и было вообще. Важим, ваши предположения оказались верными. И вымершие животные действительно по сумме признаков моделирования могли использовать... Так, стоп. Нет, мои предположения оказались верными. Мы еще не можем это никак подтвердить, что они оказались верными. Если мы не смогли переместиться в прошлое, увидеть это существо, изучить его и анатомически разрезать. ...изучаемый... Мне плевать на все модельки, нарисованные вот здесь вот. И вообще в любой программе, на любое моделирование полностью плевать. Как бы... Это вообще недостоверное свидетельство. Ну, намоделировали мы что-то и намоделировали. Ну, замечательно. Только это никакого значения не имеет, в принципе. ...использует его живой модельный организм. Что ж, вот теперь-то пора писать научную работу. Ваш первый фундаментальный труд, где вы сначала опишите, как пришли к предположению... ...переп... ...150 рублей, овервей, на догму? Сейчас, 150 рублей это 15 минут видео овервей. По одинарной очереди. Я вам тысячу предложил за двухчасовое видео, как я понимаю, и то по очень такому вот, знаете, тарифу... ...легкому. ...прибирая кости. Потом, как нашли модельный живой организм и родили целую гипотезу, подтверждать которую, ринулись уже в свой эксперимент. Вы описываете методы, которыми вы пользовались, как измеряли признак, как моделировали кости, как измеряли движение живого животного для создания модельного организма. Таким образом, вы создаете методику изучения. Вы первопроходят и уже успели подзадолбаться, но впереди еще рецензирование вашей работы, где вы должны отбиться от неудобных вопросов и, главное, дать границы применимости вашей гипотезы и указать на частные особенности вашего эксперимента и полученных выводов. Допустим, вы защитились. Ваша работа принята, ее цитируют, приглашают на смежные темы в соавторы, теперь вы уже являетесь признанным специалистом в эволюционной биологии, делитесь своей методикой с другими, параллельно развивая ее и подстраивая под другие теории. Причем, я уверен, он сейчас разбирает частные случаи. То есть, это нетипичное развитие любой научной теории. Вообще нетипичное. То есть, тут уже какие-то, видите, достижения, признанный специалист, бла-бла-бла. Ну, то есть, таких специалистов в мире изученных из всех меньшинство, полагаю. Если бы все были такими великими специалистами, ну да, наука была бы вообще... Это из Кафирсафт. Это жаль из-за того, что не пришел Чибисов. Я его попробую еще раз позвать. Все-таки спасибо вам огромное за вклад. Еще один большой вклад. Я прям вот... Вы в который раз спасаете наши стримы. И это замечательно. А Чибисова я еще буду звать, друзья. Не переживайте. Он как-нибудь подойдет. Нет, это было не на догму, друзья. Это было не на догму, нет. Если бы автор написал, что на догму, то, может быть, посмотрели бы. Но, правда, уже не сегодня. Завтра. Завтра бы посмотрели. Это качественное частное исследование, а не количественное. Типы и наборы признаков, делая ее, скажем так, более широко применимой. Теперь ваша гипотеза уже обрастает работами других ученых, которые поддерживают ваши данные своими исследованиями из других смежных областей, а методика которых... Все верно, окей. Просто проблема заключается в том, что далеко не все представители науки занимаются такое положение. Что вы придумали, становится системообразующей в вашей отрасли науки. О, внезапно, да, становится системообразующей в вашей отрасли науки. А в вашей отрасли науки работают еще десятки, там, сотни специалистов, которые не создали системообразующих концепций. То есть на этом этапе начинают закладываться теоретические основы. Да, теория это не продукт деятельности одного человека, ну, почти всегда, хотя... Формально говоря, теория эволюции, ну, насколько она проект деятельности одного человека? Ну, нет, нет ни одного. Ну, там есть определенная череда изменений теории, поэтому, друзья, тут все значительно сложнее, я считаю, но... Но ограниченного количества людей изначально может быть теория, а потом теория дорабатывается, восполняется, становится все больше и больше и больше, становится все больше специалистов, которые ее подтверждают или отвергают, это все понятно. Не в этом проблема. Ну, то есть, понимаете, это как говорить с каким-нибудь верующим и говорить, а ты можешь доказать Бога? Нет, зато я могу в него верить и начинать перечислять там, не знаю, все свои, в общем-то, всю сущность своей веры, все догмы, так, смотрите. А вот здесь у нас есть такой текст и вот такой текст, смотрите, а вот что делали вот эти богословы, а что вот эти вот делали? А вот это, смотрите, что он сказал, какой он умный. Ты думаешь, а вы будете доказывать, что это вообще работает? Нет, 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 нет. Я буду вот доказывать, как урбилотерию, там мы что-то там изучали, смотрели на ее и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, как многие ученые над этим работали. И мы, конечно же, должны поверить в научный метод из-за этого. Если вы вдруг подумали про Эйнштейна, Эйнштейн ведь тоже теорию относительности не в одно лицо придумал. Не в одно. Теория — это систематизация знаний целого спектра ученых. Но сформулировал основные положения он сам, насколько я знаю. Ученых, которые нарабатывают в развивающемся направлении науки новые данные и знания, постепенно собирают... Отсунады, если черный цвет, то нет. Донатят 2К на Догму. Блин, если вы задонатите, если кто-то задонатит еще 2К на Догму, то это будет клево. Я буду богатеньким. И с удовольствием посмотрю Догму. Кстати, вроде хороший фильм. Это работа сотен человек, зачастую из разных поколений, причем не противоречивая, но и со множеством нюансов, когда отдельные детали... Ну, бывает противоречивая. Теории пересматриваются, корректируются и иногда переописываются целиком для того, чтобы соответствовать новым данным. Да, правильно. Так видос не называется, как поверить в научный метод за 15 минут. Действительно, но при этом он связывает открытие урбилотерии с теорией эволюции. Большую часть видео посвящает разбору тому, как работает научный метод. Но нас это не впечатляет. Притом он потратил минуты 3-5, где-то 5 минут, на то, чтобы объяснить, насколько чмошные и ужасные другие методы. Методы чмошных ужасных обывателей и религиозных деятелей. Отвратительные, ничтожные совершенно. По сравнению с великим методом науки. Ну, было такое заявление, как минимум. Раз уж это было заявлено, надо бы как-то подтвердить. Да, он назвал всех противников своих тупоголовыми чмонями. Да, тоже надо помнить, как бы, уважаемые. Заявка была, заявка была и была очень мощная. А оправдана ли она? Ну, то есть, стала ли наука несомненным знанием от этого? По-моему, нет. Но, общая канва, заложенная вами десятки лет назад в той самой работе про обычные отростки костей, которые лежали в подвале музея, она-то как раз остается неизменной. Это примерно как концепция естественного отбора в рамках теории эволюции. Неважно, дарвиновский подход в теории эволюции будет использован или будет использована синтетическая теория эволюции, или эволюционная биология развития с применением эпигенетики. Естественный отбор из теории эволюции не денется никуда. Ну, его не существует, правда. Проблема заключается в том, что его физически не существует, естественного отбора. потому что не существует вашего естественного отбора. Вот поэтому проблема. Я думаю, его можно вынести за пределы научного исследования. То есть, что такое естественный отбор? Что это за закон? Что это за сила? Как он функционирует? Кто, что, что непосредственно заставляет этот закон функционировать? Ну, мы просто что-то наблюдаем, и в этом есть какие-то закономерности. Окей, если это закон естественного отбора, ну, прикольно. Вот такой в упрощенном виде путь от предположения до теории. Думаю, было несложно. Я постарался убрать, по моему мнению, лишнее, чтобы уж совсем не нагружать вас излишними рассуждениями. Что ж, так при чем здесь недавно... Да, убрали там еще те моменты, где вот этому студенту приходилось подсасывать своим научным руководителям, подсасывать там, не знаю, рецензентам коллеги, комиссии, где ему приходилось общаться, там заводить дружбу, общество с другими учеными, дружить с ними, очень там весело с ними общаться, где он еще получает зарплату непосредственно за свою деятельность. Если он внезапно проиграет, если его теория окажется ложной, если ученый признает, что его теория ложная, он перестанет получать зарплату, его могут выгнать из университета. Например, это, да, тоже было пропущено. Также было пропущено, что ученый обязан пользоваться естественной установкой. Также было пропущено, я не знаю, вообще все было пропущено. Все существенные... Мы сегодня, кстати, в начале стрима разбирали многочисленные существенные вещи, которые присутствуют в любом научном познании. Ну вот, например, да, не знаю, статьи, монографии, где их надо протаскивать, где за них надо проплачивать дополнительно. Как это лекции, семинары, конференции происходят, как они на самом деле существенно влияют на научное опознание, конечно же, да, какие существенные крутые вещи. И про индекс Хирша нельзя забывать, конечно же. Ну, это же основательнейший критерий. Про все забываем. А то тут автор взял и забыл вообще про все. Очень-очень-очень основательно. Про социализацию ученого забываем, где он должен, в общем-то, унижаться, так скажем, страдать, испытывать грубую критику своих коллег до тех пор, пока он не сможет говорить правильные вещи. Это же чистая религия получается. Ну, то есть, людей заставляют говорить, работать в определенной парадигме. Чем это отличается от религии, вот сущностно? Чибисов не пришел, и уже стрима с ним не будет, уважаемый. Сегодня, по крайней мере, точно. Простите, но вот так вот получилось. Нет, он не подтвердил мой запрос на дружбу. Он не отписал мне непосредственно на почте. Ну, друзья, вот, сегодня не будет. Фух. Ну, с другой стороны, с другой стороны, я ему еще раз напишу. Надеюсь, в следующий раз он нас не опрокинет. ...обнаруженная в Австралии урбилотерия. Как животное, размером с рисовое зернышко, от которого остался только углеродный отпечаток, и то, скорее всего, без углерода я не проверял. Доказывает ли это теория эволюции, короче? Видите ли, опять же, теория — это не только систематизированное знание. Теория не живет сама в себе, она расширяется и взаимодействует с другими теориями. К примеру, теория эволюции тесно работает с палеонтологией, биологией, химией, генетикой, формируя синтетическую теорию эволюции, а она уже, в свою очередь, соединяется... Не знаю, там, Бог, концепция Бога взаимодействует с теологией, не знаю, богословием, германефтикой, христианской, взаимодействует, не знаю, со всеми другими дисциплинами, с метафизикой, с физикой, с христианской, со всем взаимодействует. Огромное количество исследователей, огромное количество дисциплин, огромное количество книг. Ну то есть ученым, понимаете, им трудно понять, что вообще-то в мире присутствует неограниченное количество возможных философских и религиозных учений, которые тоже развиваются и тоже пытаются работать и что-то доказывать. Конечно, они не сопоставимы по размерам с наукой, ни в коем случае, но и наука более основательна, ввиду того, что там больше представителей, больше людей, в принципе. Но, блин, ну просто полностью, братья, обесценивать любую философию, любую религию, это очень странно, это неправильно. Это, я считаю, неправильно с точки зрения любого ученого, любого представителя науки, но за это просто полубубить надо большим-большим фалосом урбилотерии. С новыми данными по эпигенетическому наследованию расширяется в эволюционную биологию развития. Это монструозная теория, каждая ветка которой подтверждает вышестоящую и наоборот. Но монструозность тут не главное, самое важное в теории это ее предсказательная способность. Да, вот такие пироги и теория эволюции на данный момент настолько сложна и разнообразна, что может предсказывать то, что еще не обнаружено или не описано. Только в отличие от Ванги предсказания сбываются. К примеру, именно следствие теории эволюции позволили молекулярным биологам датировать времена разделения различных групп животных. А после этого палеонтологическими данными была подтверждена валидность этих датировок. Кстати, насколько я... Ну, прикольно. Хорошее то ли совпадение, то ли несовпадение, но это не значит, что это истина. Ой, наука работает, но это гопнический термин вообще отвратительный. В смысле она работает? Мусульмане тоже работают на стройке. Значит, ислам работает. Помню, диалектический материализм этим похвастаться не может. Ой, так я же... Как я мог опять такой рофл вставить? Диалектический материализм может похвастаться тем, что... Ну, как бы... Да на самом деле еще время предсказаний диалектического материализма не пришло. Если вдруг получится, что в мире старится коммунизм, ну, считайте, предсказания сбылись. Все. А не получится, но не сбылись. Печально. Именно следствием применения основ теории эволюции является обнаружение тиктоалика. Палеонтологи буквально знали, где ткнуть лопатой. Ну, это буквально, конечно, не буквально, но вы поняли, о чем речь. И урбилотерия также является следствием морфологических и генетических наработок теории эволюции. Именно генетики собрали примерный набор генов, которые ожидается увидеть у нашего общего билатерального предка. А морфология помогла понять, какой формы и почему именно такой формы этот предок должен быть. Молекулярная биология подсказала, в каком промежутке времени урбилотерия и ее ближайшие родственники должны жить. И вот, собственно, на основе этих данных вполне непротиворечиво она и была обнаружена. Так работает наука и так работает эволюция. Без нытья на форумах и без бездоказательных скукареков в раковых видосах на ютубчике. Где только человек с тремя классами образования будет настолько недалек, чтобы поставить очередному разоблачителю науки лайк. Так, кстати, вот еще один вопрос из начала видео. Вы верите в эволюцию? Если после того, что вы здесь услышали, вы все еще ответите «да», верю в эволюцию, то прошу отписаться от канала. Спросите, почему? Потому что знание не требует веры. Дизлайк. Ну, то есть, отвратительное видео, просто отвратительное. Ну, в принципе, я считаю, что... Так, где там? Блин, тут хороший вопрос был. Да, религия и наука одного поля ягоды, действительно. Проблема в том, что наука выросла на базисе христианской религии, друзья. Не забываем вообще-то этот факт. И позаимствовала у христианства не только университеты, не только систему организации, но и многие сущностные параметры. Включая ряд теорий христианских. Теорий христианских непосредственно богословов и мыслителей, друзья. Ну, то есть, ну, лол. Ну, то есть, обесценивать полностью христианство, которое, по сути, способствовало развитию науки, это, ну, это лол, это смешно. Ну, наука не требует веры. Как же это смешно. А как бы выглядела наука на основе других религий? Я думаю, не было бы законов там. ЛДФ. Понимаете? Потому что законы, законы, изначально юридический термин. То есть, законы это то, что говорит человек. А потом уже религиозный термин. То есть, какие-то законы создает Бог. То есть, сначала законы дают цари исторически. Потом вдруг внезапно Бог, Бог такой появляется, и он берет на себя более высокую степень законодательности. И это тоже законы. А законы природы откуда? Почему мы называем слово вообще природа, какие-то природные законы именно законами? Почему мы используем юридический, по сути, термин? Это христианство. Это традиция христианства. Как ни странно. Теория Большого Взрыва тоже берет начало в христианстве. Ее придумал один из аббатов, если не ошибаюсь. То есть, многие теории, так или иначе, находят свое основание в христианстве. Ну, например, теория импетуса, которая в итоге была трансформирована в теорию импульса. Притом, сам Ньютон был богословом все еще. Многие ученые были либо богословами, либо аббатами, либо представителями церкви, ну, либо просто верующими людьми. Как, например, Галилей был католиком. Ну, то есть, друзья. Ну, лол. А разделение на веру и знание было произведено, ну, только тупо христианами. Греки, в принципе, называли любые убеждения верой, догмой. Это все убеждения. Просто любое убеждение. Это синонимы слова убеждения для греков. Понимаете? Догма. Догмат. Это не какая-то христианская особая вера. Нет, ни в коем случае. Догмат. Это наличие у человека любого убеждения. Джек Дэниел. Понимаете, в чем дело? Наука и религия действительно основаны на вере, но в том смысле, что мы понимаем под словом верой слово убеждение. Наличие убеждения. То есть, и ученый, и религиозный человек свято верят во что-то. Просто у науки своя вера методологическая по преимуществу. Так, а религия, у нее своя вера. То она не методологическая, она к Богу побольше относит нас. А важнее, важно то, что благодаря науке у нас есть смартфоны. Нет, это есть у нас благодаря практике. Илон Маск. Илон Маск не ученый. Все. Как вы понимаете, Илон Маск дегенерат в науке. Это просто даже не инженер, по сути. Ну, он даже не инженер. Инженеры уже не ученые. А он вроде бы даже и не инженер особо. Илон Маск, конечно, да, запускает машины в космос. И это прямо свидетельство о том, что истина, истина, это прямо в науке присутствует. Сможете замоделировать буддийскую науку? Так, давайте Джеку Дэниуэлу сначала попроще вопрос ответим. Разве это не делает науку намного важнее, чем религию? Нет. Наука это то, что в теории познается. То, что истина. То, что претендует на звание истины или знания. Теория. То, что объясняет теория. То есть, нет, это и есть сама теория, которая объясняет, вот что такое наука. А практика это уже нечто другое. Да, в наши дни это тесно связано. И практика и наука, они тесно связаны, они друг друга взаимодополняют. Но это не значит, что мы не можем взаимодополнить любую практику какими-то другими теориями вненаучными. Теперь давайте про буддийскую науку. Что могло бы быть в буддийской науке? Ну, допустим, тхармы. Могли бы быть тхармы в буддийской науке? Да, в принципе, это даже из-за различных наблюдений можно сделать. Что такое тхарма? Это некоторая таковость. То есть, так и есть. То есть, нечто существующее, но при этом существующее в единичном числе. Какие-то некоторые единичные восприятия, которые есть сами по себе. И эти тхармы рекомбинируются, создавая новых людей. И потом снова распадаются. И потом создают новых людей. Таким образом в буддизме происходит перерождение. В принципе, в буддизме уже все есть с точки зрения науки. Осталось только пытаться подтвердить эти теории фактами. Ну, например, мы смотрим на мир. Находим там каких-то, да не знаю, какие любые факты можем там попробовать найти. Электричество. Электричество описывается тхармой какой-нибудь огня, допустим. И все это работает. Мы используем электричество по тем же самым практикам, которые у нас были всю историю. Которые у нас появились в итоге истории в истории человечества. Но при этом даем объяснение этому электричеству совершенно другое. Не то, которое дают ему ученые. И все работает. Практика работает. И продолжается буддийская наука. Тхарма электричества. Вместе там с тхармой любви. Она тоже, понимаете, просто это психокосмос. У буддистов психокосмос. Тхарма это таковость в психическом мире. Весь мир это иллюзия. Но при этом мы можем пользоваться всеми практиками без проблем. Включая практики технические. Нам ничто не мешает это делать. Ничто не мешает на базе буддизма основать какую-нибудь альтернативную науку. Фантазировать здесь можно в принципе много. Например, тхармы пусты. Это уже на базе матхьямаки можно попробовать организовать науку. То есть ни одна тхарма не представляет собой какую-то реальную сущность. Все это пусто. Все это не по-настоящему. Все это иллюзия. Все тхармы иллюзорны. Неправильно. Вот из этого тоже можно исходить. Это как бы база. А уже основываясь на этой базе, мы формируем более такие вот частные суждения. И пытаемся с помощью этих частных суждений обосновать изначальную точку зрения. В науке это происходит то же самое. Есть естественная установка. И благодаря этой естественной установке, и в подтверждении этой естественной установки, собираются факты, обосновывают ее и работают с ней. Это тоже нормально. А разве тхарма это не путь случайно? В том числе, там просто одно и то же слово используется. Ну не одно и то же слово, одно и то же слово переводится таким образом. Есть тхарма как учение Будды, а есть тхармы как частица. То есть, Артур, вы верно спросили. То есть, это верное дополнение. То есть, тут такое раздвоение небольшое имеется. У меня по поводу науки, допустим, есть вопрос по теме квантового бессмертия. Я не думаю, что это наука. А как у него со смертью от старости? Не знаю. Кстати, я согласен, что в принципе польза полета в космос крайне преувеличена. Очень сомнительно. Пока что, на данный момент. У нас нет никаких свидетельств полагать, что мы окупим хотя бы один полет в космос, на Марс, например. Это полет через пустоту. Куда-то, непонятно, на длительное расстояние, на протяжении огромного количества лет. Там три года вроде надо лететь. Ладно, друзья. Ладно. Сегодня мы побеседовали. Наш маленький клуб антисиентистов и антифилософов Сегодня я уже узнал очень много нового и интересного. Надеюсь. И мы увидимся с вами завтра. В 15.00. Я надеюсь, вы закажете мне еще немножко видео. Потому что видео заканчивается, друзья. Видео имеет свойство заканчиваться. А нет, мы в 14.00 встретимся. Простите, в 14.00 у нас будет стрим по музыке сначала. А после музыки мы будем уже смотреть видео. Наверное, до конца. До конца жизни. Важно не то, дает ли религия хоть какие-то плоды, как наука. Важно, что науку сейчас отставят с таким же фанатизмом, как религию. Это в том числе тоже аргумент.